Все вы знаете, что в стране грядут перемены, и они уже давно идут, и как бы происходит реформирование разной гаузии нашей жизни. И одним из этих гаузий есть реформа местного самовредувания. Людям дали добро на добровольное объединение, и для чего это надо, то есть я пытался раздать бумаги, людям легче воспринимать информацию на этих картинках, не я их нарисовал, то есть это передали мне, скажем так. То есть больше власти на местах. Для чего это надо? Для того, чтобы люди, наверное, по-другому свою жизнь начали ценить, как-то по-другому на нее смотреть, по-другому ее обустраивать. Потому что мечты о том, что кто-то приедет и все нам тут сделает, вычистит наши огни и конюшни какие-то, это все из плода фантастики. Этого не будет. То есть люди должны сами брать в свои руки. А как инструмент для этого должно быть соответствующее финансирование. В нашей громаде будущей, а я верю, что она будет, повезло, потому что здесь есть производство мирового класса, это бабушки-пиро-никелевый комбинат. Нужно? Нужно. То есть, скажем так, составляющее содержание громады. То есть 60% КДПО может оставаться в громаде. То есть при этих телых зарплатах. В моем комбинате, я думаю, что это вполне значимая цифра. Потому что плюс таможенные сборы, ну там много составляющих, до 14 составляющих. То есть это все деньги, которые будет составлять бюджет будущей громады. Земли у нас тут нет, 50 гектаров, ну 50 с лишним. Вот есть местная действующая власть, она может уточнять. То есть я все цифрами не могу гладить, потому что, скажем так, сколько площадь поселка? Ну 55, по-моему. 90-то тренинг-сара. 90-3, ну значит, наверное, где-то что-то добавилось. Ну то есть 93 гектара и, ну, скажем так, арендная плата, там еще что-то. Ну это не те деньги, за которые можно содержать полностью вот эти пятиэтажки. В принципе, довольно уже подвозношенные, скажем так. И вся наша инфраструктура тут, она не становится новой, она становится, угасает. Ну поэтому я говорю, что если не поменять возможность наполнения бюджетов, так оно и будет. То есть эти деньги будут просто высасываться и рано или поздно, ну то есть маятник останавливается. То есть мы получаем так, то есть не происходит полностью должного дофинансирования нашей жизни, я так понимаю. Потому что вы сами видите, что происходит в больнице, в школу, ну, вроде там что-то делается, там, ну, слава богу. Ну, они не могут не делать, потому что я не знаю сколько, сколько, наверное, до тысячи лет. То есть самый реальный способ улучшить нашу общую жизнь, это создать территориальную громаду. То есть, ну, в таком, как сказать, я не буду его обсуждать, ну, мы не можем создать территориальную громаду, получается, сами. Хотя у нас и количество жителей, вроде, я вот иногда считаю, что там есть Гуляй-Колик, Запорожье, там, 7 тысяч населения. Люди сами создали территориальную громаду. Да даже 3 тысячи, вот я в Одесской области 3 тысячи громад. Да, вот я говорю, что все мы, нас водят, как вот, знаете, как таких еврейчиков по пустыне 40 лет. То есть то правильно, то неправильно. Не надо, не бойтесь вас, аж. Ну, как всех запомним, ведется видеофиксация. То есть не переживайте, это просто для того, чтобы мы потом вместе с вами могли это все обсуждать. То есть есть территориальные громады, которые создаются, ну, как бы, моно, потому что объединение, как я вижу, это, ну, в принципе, сельский вариант. То есть объединяются села для того, чтобы оптимизировать свои расходы на административные услуги. То есть, ну, 2-3 села объединились, зачем им там 3 сельсовета, если можно держать один сельсовет. Поселок немножко другая структура, то есть тут живет население, работает рабочий класс какой-то. И, в принципе, можно было бы создавать самодостаточную громаду. Ну, говорят, что нельзя, что это уже побахивает графику. Что это уже, типа, какой-то сепаратизм, там, и еще что-то. Ну, будем уточнять. Ну, самый простой способ, это достучаться до сердец, наверное, все-таки капитанских жителей. Достучаться сейчас можно только с помощью денег. Ну, мир так устроен. То есть бюджеты увеличиваются и капитанские, то есть их субвенции вырастают. Государство заинтересовано в том, чтобы, ну, наверное, как-то люди брали в свои руки свою, ну, ответственность за свою жизнь. То есть я вот все задумывался, зачем европейцам создавать вот эти общественные громады. И потом я понял, что ответ-то простой. То есть легче дать денег, чтобы это все закрупилось, люди стали богаче жить, и, в принципе, как бы, ни сепаратизм не пройдет, никто, никакие человечки сюда не придут, люди смогут содержать себя, дети их ухожены. То есть уже никому не надо никакие пришлые, ну, скажем так, вот, люди, которые могут качать там какие-то неправильные действия, неправомощные, отрывать это все от Украины, там, и это самое. То есть Украина должна, как бы, вот, стать зажиточной, достаточной, способной для самообеспечения. То есть, что даст громада, то есть, у нас, вот, 90 гектаров, я услышал, для меня это открытие, ну, нет ни кладбища у нас, я не знаю, в какой стадии там, вроде, где-то выделяют, там, 5 гектаров, я не знаю, то есть, людей уже хоронят в чужие паи, и со свалкой проблема, то есть, у нас нет ни свалки, то есть, мы начинаем быть похожи на старого, обрягшего человека, который лежит в постельке, и за ним надо убирать. То есть, как-то так. Ну, это как один из вариантов, они очень переживают, что свалку у них делают, ну, насколько я смотрю, как делается на Западе, то захоронение отходов, это, ну, уже позапрошлый век, то есть, уже есть технологии прошлого дня, как можно бороться с отходами, превращать их, в принципе, в полезные продукты. То есть, вот, капитанку надо как-то успокоить, что ни бурты, ни это самое загажены не будут, хотя они сейчас загаживаются самовольными выкидами, то есть, первая экологическая инспекция, то есть, я никого не призываю, там, это все самое, не надо никуда звонить, то есть, ну, просто я говорю, что едешь туда, и там, в принципе, залежи того мусора, который, ну, не санкционированный свалки, скажем так, то есть, если для кого-то это открыть, то есть, что я хочу сказать, что люди не верят ни во что, разуверились во всем, то есть, все говорят, что за них все решено. Я вот вчера был в Киеве, общался с людьми, разного класса, разного ранга, разного это самое. Они говорят, пока вы сами не захотите, никто не сможет за вас ничего решить. То есть, перспективный план, это просто план, перспективный, не буду анекдот, перспективы рассказывать, перспективный план, это будет, как будет, если мы ни с кем добровольно не объединиться. То есть, если громада выразит, то есть, громада побужская, а я думаю, что и капитанка тоже хочет жить хорошо, они же не могут говорить, что они не хотят хорошо жить. То есть, вполне возможно, что там какая-то, ну, я не знаю, клика, которая считает, что она вся капитанка, но это немножко не так. То есть, простые люди увидят улучшение, то есть, появятся дороги, появится, наконец-то, у них освещение, там, какой-то водогон можно сделать, там, еще что-то. То есть, люди понимают, что не было бы побужья, никогда бы у них не было газа, там, еще что-то можно, ну, говорить разные вещи, и, в принципе, людям просто открыть глаза. То есть, когда вот эти громады выразят свое желание объединиться, никакой человек, никакой кабинет, никакие вот эти крики, что за все уплочено, все депутаты первоградские закуплены, ну, пусть тогда предоставят список, кого они там купили, потому что общались мы и, ну, я же говорю, неуполномоченно рассказывают, то есть, люди говорят, что они, как бы, не против. Я предлагаю, смотрите, сделать так. Я обращался к людям, которые уже создали эти группы ОТГ, не ОТГ, а ОТГ. Ну, к сожалению, мы не настолько интересны, ну, то есть, это обидно слушать, ну, вот я вам просто объясняю, что новоукраинский Александр Александрович, его футбольная команда вышла в финал, и, естественно, мэр города едет на футбол. Ну, после этого он летит в Швецию в понедельник на 10 дней по обмену опытом. Ну, как-то у людей другая жизнь, более интересная это самое, то есть, приехать в село и посмотреть, как мы тут все угасаем, ну, скажем так, грустное зрелище. Пригласил я Татьяну Нехайчук, ну, в субботу, воскресенье у нее съемки в программе «Новые лидеры». Ну, скажем так, то есть, люди тоже… Добро-Велешковская ТГ, да. Ну, она говорит, ну, вот я на съемках в ICTV, ну, скажем так, ну, я говорю, ну, наверное, это тоже более приятный процесс, чтобы просто приехать и побудешь что-то это самое. Позвонил я к одним ребятам, которые в Кировограде на западные деньги пытаются нам помочь. Проходите, я говорю, что есть живут, скажем. вот тут, то есть, и эта программа «Улет», то есть, мы по субботам никуда не ездим, нам запрещено, то есть, руководитель в отпуске где-то, ну, на морях, у всех все хорошо, то есть, ну, и в Голованевских хорошо, у людей вертолеты и другие паспорта, то есть, вы поймите, что вы должны сами, ну, не то, что должны, то есть, вашу жизнь могут поменять, только вы сами. Ничто не приедет, он не будет бороться, рвать на себе тельняшку, никакой Киев, никакой Кирова, Крапивницкий, ну, и тем более Голованец, потому что я пытался там в Фейсбуке там бороться с людьми, то есть, ничего, кроме грязи, какого-то мусора, и еще очереди, ну, в Голове я имею в виду мусор, то есть, я не услышал ничего, не увидел ничего, то есть, люди будут бороться за свои финансовые потоки, это, чтобы вы понимали, что легко и просто оно не отдастся, не сдастся, то есть, про цифры, там я в Фейсбуке писал, ну, так как все кричат, что доступа к интернету не имеют, то есть, мы можем просто поговорить на эти темы, то есть, приходная часть побуже, это должно быть в районе 22 миллионов, субвенции должны быть в районе 16 миллионов, то есть, на развитие громады будет оставаться 12 миллионов чистыми, то есть, ну, мы будем иметь развитую больничку, и, в принципе, живую школу, потому что все вот эти разговоры, что не будет ни больницы, ни школы, то есть, капитанки, соответственно, их бюджет из 2 миллионов вырастает до 6 миллионов, то есть, тоже они получают деньги и от государства, и, как бы, государство, я уже пытался объяснить, почему вот это все происходит, что люди готовы давать деньги, легче деньгами откупиться, есть такая еврейская поговорка, хорошо, что взял деньгами, знаете, в ней большой смысл есть, то есть, легче дать денег, чтобы громады сами себе вырастали, поднимались, чем потом бороться с танками, вот как-то так, то есть, я предлагаю, то есть, я пытался уже этим заниматься, ну, я не знаю, ну, 3 или 4 месяца я пишу в Фейсбуке, кто-то читает, кто-то не читает, ну, сколыхнуло все движение после того, как Андрей Иванович Сичко подсоединился, поэтому я думаю, набрать его сейчас, включить громкую связь, достаточно будет, чтобы вы это все услышали, потому что, может быть, вам не нравится мое лицо, мой тембр голоса, там еще что-то, давайте послушаем Киев, после этого я предлагаю, все-таки я дозвонился до одной женщины, СУМ, тоже создали ОТГ, по-моему, у них там 12 сел, она как бывший начальник финнового управления, скажем так, вот эти все ОТГ, им намного легче, потому что они идут, они с района захватывают села, скажем так, не захватывают, а уговаривают села, это намного легче и проще, чем, допустим, у нас получается немножко другой проект, да, нет, ну вот один район, одна громада, кто это придумал вообще, скажем, да, да, время, слышь мне слово зараз, а? слышь мне слово, пожалуйста, что он, скажем так, я хотел бы все-таки Андрея Ивановича позвонить, мы прослушаем это пять минут, давай, давай, да, ну, да, да, нет, ну, я не могу,